Стелла боксерского братства была основана на могиле заслуженного тренера Украины и героя Великой Отечественной Аркадия Бакмана еще 25 лет назад. На постаменте выгравированы имена более 80 известных боксеров, которых уже нет с нами. Это один из основателей одесского бокса. И в 1991 году его ученик, мастер спорта Александр Юшин, кстати, работник этого кладбища, художник, решил основать вот такую Стеллу в память об ушедших товарищей. Так родилась идея одесского боксерского братства, которого аналогов в мире не имеет. Многие известные спортсмены эмигрировали за границу еще в советское время. Но даже спустя годы они поддерживают связь с друзьями и одноклубниками. В начале 90-х Илья Фридман, уже проживая в США, стал меценатом строительства уникальной Стеллы. Таких Стелл больше нигде в мире нет. Я судья международной категории по боксу. Я объездил весь мир. Весь мир. На всех континентах на этой планете. Таких памятников нету нигде. Ни в одной стране мира. Эта Стелла построена в первую очередь для молодых. Молодежь, которая сейчас тренируется. Сейчас такие украинские боксеры, как и германец Василий Ломаченко, не знают равных на американском проферинге. Но для сохранения традиции важно помнить историю. После смерти дочери Аркадия Бакмана Светланы, дом первого в Одессе мастера спорта по боксу на французском бульваре находится в аварийном состоянии и предположительно планируется под снос. Здание расположено на территории бывшего санатория Украина, земли которого были незаконно распроданы 15 лет назад. Чтобы помещение не снесли, а основали на этом месте музей бокса, депутаты горсовета, общественные организации и федерация бокса готовят соответствующие запросы. Это спорный момент, но сегодня и наша общественная организация, и федерация, и также сегодня этот вопрос я буду поднимать в Одессском городском совете. В рамках обсуждения и возможной помощи, реализации планов, которые сегодня мы ставим перед собой, чтобы организовать дом-музей. Уже есть спонсоры, которые готовы участвовать в восстановлении данного объекта. Остались только необходимые процедуры юридические, которые нужно решить. Там достаточно долгие и сложные проволочки были. Но я думаю, что все получится. Наша организация «Олимпийский старт» сейчас как раз работает над этим вопросом. Мы не опускаем руки, мы пишем письма на губернатора, на то, чтобы сохранить дом, какой он есть, и сделать из него музей. Главная мотивация для ветеранов одесского бокса – развитие юных спортсменов и передачи чемпионских традиций. Этим летом в Юрокадемии состоится 21-й международный турнир памяти легендарного обладателя боксерского «Оскара» Семена Трестина. Воспитанника – сына Аркадия Бакмана, американского писателя Дэви Аркадьева. На отцовский дом тренер и радиоведущий не претендуют. Главное, говорит, чтобы память для будущих поколений сохранилась. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».